Искусственный интеллект уже умеет рисовать картины, он уже умеет писать тексты и разговаривать чужими голосами. И в том числе искусственный интеллект уже умеет писать музыку. Когда же искусственный интеллект заменит диджеев? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Диджей Мосс, вы на канале Аперкатс. Погнали! Ну что, давайте немножко пофантазируем. Представьте себе ситуацию. Вы приходите в клуб, на входе в клуб стоит считывающее устройство, которое считывает с подкожного чипа, внедренного в вашу руку, информацию о ваших пристрастиях, в том числе музыкальных пристрастиях. Вы приходите в клуб и там во время вормапа играет музыка, которая нравится большинству людей в клубе. Если, например, люди любят техничных диджеев, то есть любят, чтобы было побольше фишек и какие-то более сложные сведения, диджей сводит все, как нравится людям. Давайте еще немножко пофантазируем. Вы можете попасть на вечеринку, даже не выходя из дома. Для этого вам понадобится, например, Apple Vision, который недавно отрелизила компания Apple. Представьте себе, вы вечером просто надеваете очки, очки считывают ваши музыкальные и визуальные эстетические предпочтения, и вы можете просто дома танцевать под микс, который составлен из ваших любимых треков. Более того, диджей в очках будет выглядеть так, как вы захотите. Если вы захотите, например, чтобы для вас диджеела какая-то идеальная корейская девушка, пожалуйста, все, что вы захотите. Более того, клуб будет выглядеть так, как вы захотите. Если вы, например, хотите съездить на Tomorrowland, а у вас нет возможности, пожалуйста, очки нарисуют вокруг вас Tomorrowland. Все это определенно ждет нас в недалеком будущем, и это немножко настораживает. Какие выводы мы можем уже сделать? Искусственный интеллект очень запросто сможет сводить треки. Поверьте, если он может писать музыку и делать фотореалистичные какие-то природные пейзажи, то уж свести четыре трека так, как это делает человек, для него не составит абсолютно никакого труда. Владельцы клубов тоже уже должны напрягаться, потому что скоро клубы просто, может быть, никому окажутся не нужны. Человек сможет ходить в клуб, не выходя из дома. Надел очки и перед тобой нарисовался какой угодно клуб. Напрягаться стоит вообще, в принципе, всему клубному персоналу, потому что у них тоже может не оказаться работы. Если вы думаете, что я слишком расфантазировался, то я скажу вам, что искусственный интеллект уже вовсю внедрен в музыкальную индустрию. Например, ученые одного из американских научных университетов уже изобрели искусственный интеллект, который прогнозирует успешность треков. То есть вы написали песню, даете ее на оценку искусственному интеллекту и получаете вердикт, будет ли эта песня хитовой и сколько денег она принесет на стримах. То есть искусственный интеллект дает полную раскладку будущего вашего трека. То есть это как, примерно как раньше к гадалке сходить, только чуть более точная информация. Также искусственный интеллект уже вовсю внедрен в диджеинг. Например, кнопка Sync, которая автоматически синхронизирует скорость треков. Да, это довольно-таки примитивный механизм, но тем не менее это тоже искусственный интеллект. Также стоит упомянуть формат Stamps. Это искусственный интеллект отделяет от вашего трека акапеллу, барабаны, бас или мелодию. То есть в режиме реального времени вы можете оставить только вокал в треке, либо же только барабаны, либо же только бас. Неважно в какой комбинации, но искусственный интеллект уже внедрен в непосредственно диджеинг. Также если мы будем говорить про создание музыки, то существует уже куча нейронных сетей, которые специально для вас напишут, например, какую-то барабанную партию или какую-то партию гитары. Или вообще в принципе инструментал по заданным каким-то критериям. Мы все слышали наверняка ремикс от искусственного интеллекта, когда группа Металлика поет трек Анны Асти «Царица». Это как раз-таки один из самых ярких примеров работы искусственного интеллекта в музыкальном продакшене. Да, сейчас есть какие-то споры, ходят про авторские права, насколько это можно издавать или нет. Но в ближайшем времени, я думаю, что все трясется и искусственный интеллект прочно внедрится в создание музыки. Еще одной очень классной опцией будет смешивание реальности. Сейчас объясню, что я имею в виду. Относительно недавно Трэвис Скотт давал концерт в игре «Фортнайт». Некоторые диджеи уже тоже делали диджейские выступления в играх. Представьте себе игру, например, GTA, где вы играете в миссию, проходите какие-то миссии. Но параллельно вы можете сходить, например, в пятницу вечером на выступление нарисованного Дрейка, допустим, в клуб где-то в каком-то виртуальном Лас-Вегасе. Вот в таком формате, в таком проявлении внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь мне кажется очень фановым. То есть вы можете стать реальным диджеем для реальных людей, а можете стать виртуальным диджеем для их аватаров в виртуальной вселенной. Теперь давайте поговорим про плюсы и минусы искусственного интеллекта в музыке. Сейчас я считаю, что искусственный интеллект больше нацелен на то, чтобы помогать профессионалам. Например, если вы создаете музыку, то искусственный интеллект помогает вам не тратить время на создание барабанной партии, просто создаст ее за вас по критериям, а вы уже добавите все остальное. Раньше диджеи тратили кучу времени для того, чтобы просто свести два трека. Вот они там подбирали скорость и там несколько минут тратили просто, чтобы сводить треки. Дальше все треки были записаны, допустим, на виниле и вы были ограничены в треках. Просто вы с собой можете принести, не знаю, 60 пластинок и только их сводить к другой музыке использовать не можете. Сейчас технология Stems позволяет буквально ремиксы вживую делать. То есть вы можете взять инструментал одного трека и акапеллу другого трека, наложить одно на другое, у вас получится мэшап лайвом. Технология Stems, она на самом деле открыла целый мир возможностей, при этом экономя кучу энергии и времени. Теперь поговорим про минусы искусственного интеллекта. Ну и первый, наверное, очевидный минус искусственного интеллекта, это то, что искусственный интеллект, ну все-таки у кого-то, конечно, отнимет работу. То есть если ваша работа была какая-то рутинная, диджей-включатель треков на фоне. Вы просто сидели там, не знаю, за компьютером и подходил к вам посетитель и говорил поставь такой трек и вы ставили такой трек. Уже сейчас есть программа по заказу трек. Платишь денежку и этот трек начинает играть следующим. Мой совет, ну развивайтесь. Кто же вас заставляет сидеть и включать треки с компьютера, становитесь полноценным диджеем-творцом. Следующий минус искусственного интеллекта это то, что результат технологии очень быстро теряет в цене. То, что было новинкой и новостным поводом два года назад, сейчас кажется уже старьем. Ну, отсюда вытекает еще один минус. Все то, что связано с искусственным интеллектом в ближайшем будущем, мне кажется, будет только дешеветь. Технология STEMS в каком-то качественном исполнении сейчас есть только у Serato. Я думаю, что в ближайшее время до качества ее докрутят все остальные диджейские компании. И это уже перестанет быть уникальной фишкой. Дальше нужно будет искать что-то новое. И так вот будет постоянно. Еще один определенный минус это то, что человечество, ну, мне кажется, вообще в скором времени совсем перестанет выходить из дома и общаться вживую. Если совсем недавно мы ходили в супермаркет за продуктами, сейчас можно оформить доставку. Последним каким-то оплотом человеческого общения были клубы и музыкальные фестивали. В скором времени можно будет сидеть дома и посещать клубы и музыкальные фестивали. И еще одним минусом искусственного интеллекта является то, что все-таки результат работы искусственного интеллекта пока что отличается от результата деятельности человека. Ну, условно говоря, если мы послушаем трек Дрейка, который написал искусственный интеллект, и трек живого Дрейка, и сопоставим их, легко будет определить, где живой Дрейк, а где искусственный. Все-таки то, что делает искусственный интеллект, сейчас выглядит еще немножечко компьютерно, диджитально и на глаз и на слух отличимо от того, что делает человек. В качестве итога хочу вам рассказать историю винила. Виниловые пластинки появились в начале аж 20 века. Еще Леонид Утесов и прочие певцы того времени записывались на винили. В середине века на смену винилу пришли катушечные магнитофоны, на смену катушечным магнитофонам пришли аудиокассеты, на смену аудиокассетам пришли CD-диски, на смену CD-дискам пришли флешки. А теперь музыке вообще не нужны носителям и все слушаем со стриминговых сервисов. Но продажи винила в прошлом году били все рекорды. Со временем аналоговый продукт становится штучным, а соответственно и очень дорогим. Именно поэтому сейчас пластинки стали стоить гораздо дороже, чем стоили несколько лет назад. И это ли не говорит нам о том, что человеческому слуху все-таки приятнее воспринимать что-то аналоговое против чего-то цифрового. И это определенно дарит всем нам надежду. И вообще мне кажется, что искусственный интеллект сейчас будет двигаться в сторону помощи диджеям, а не в сторону замещения диджеев. Те диджеи, которые смогут персонально быть лучше, чем результат работы искусственного интеллекта, будут стоить феноменальные деньги. Я надеюсь, что такие диджеи есть среди нас, возможно это даже вы. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы считаете, что все-таки искусственный интеллект рано или поздно придет на замену всем диджеям, напишите об этом. Если вы считаете, что искусственный интеллект будет только помогать развязывать диджеям руки и создавать новые возможности для творчества, я тоже хочу об этом знать. Пишите все, что вы думаете на эту тему в комментариях. А с вами был Диджей Мосс, вы были на канале Аперкатс, увидимся.